Здравствуйте, уважаемые любители спортивной борьбы! С вами Давид Кучешвили. Это чемпионат России 2020 года, который проходит в подмосковном Нарофоминске. Сейчас у нас 1-4 финала. Саслан Рамонов, представляющий республику Осетию, против Загира Шахиева из Дагестана. Схватка весьма интересная, поскольку Саслан Рамонов выступает с довольно-таки молодым борцом, с молодым оппонентом 99-го года Загир Шахиев. А Саслан Рамонов это уже матерый борец, олимпийский чемпион 2016 года, который, правда, пока так и не восстановился после многочисленных травм, которые преследовали его после Олимпийских игр. И, собственно, в 2020 году это его такой первый старт. В прошлом году, если помните, он участвовал в Кубке Ивана Ерыгина, Гран-при Ивана Ерыгина, вернее, и там дошел до финала, где проиграл другому молодому парню, Курбану Шираеву. Ну вот, Шираев в этом турнире выступает в категории до 70 килограммов. Не стал он в 65 гонять, а в 65, помимо Рамонова, есть и другие мастодонты. Это и Гаджимурат Рашидов, и Ахмед Чекаев, и многие-многие другие борцы. Тот же Александр Богомоев тоже в 65 борется. Ну и, собственно, вот сейчас, что мы видим, пока активная борьба в центре. Загир Шахиев не отдает ни миллиметра своему мастеровитому сопернику. Ну а Саслан Рамонов пока присматривается к своему сопернику. Очень интересное противостояние. Мы знаем, что Дагестанская и Осетинская школы борьбы лидируют в нашей стране, во всяком случае. И, да и, собственно, не только в нашей стране, но и во всем мире очень трудно превзойти борцов из Дагестана, из Осетии, из Чеченской республики. Но, кстати, вот из Чеченской республики не так много заявок на этот чемпионат. Вот всего лишь несколько категорий. Ну а что касается Дагестана, там, конечно, в каждом весе присутствует свой борец. И даже бывает несколько борцов в одной весовой категории, которые участвуют здесь. Вот попытка была сейчас со стороны Саслана пройти в одну ногу. Не получилось. Очень вязкая такая борьба. Загиру отдали один балл. Я напоминаю, что здесь два периода. И первый близок к завершению. Не получается пока навязать свою борьбу с Асланом Рамоновым. Многие списывают это как раз-таки на то, что мало стартов, много лечился. Но и, собственно, еще одна причина. Это, конечно, молодое поколение, которое подошло после Олимпийских игр и уже активно выступает. Тот же Гаджимурат Рашидов трижды выходил в финалы чемпионатов мира. Дважды серебро взял, один раз золото. И то везде он мог побеждать. Где-то были причины, что нервы сдали. Где-то судьи помогли оппоненту. Вот набирает еще один балл за гир. Ну и в 2019 году Гаджимурат финал таки взял. И пока сейчас, вот на данный момент, является первым номером сборной в этом весе. Ну а мы видим, что Саслан проходит в одну ногу. Очень хороший был момент, но не получилось зайти за спину. И, соответственно, два балла он не заработал. У Загира два балла. Первый период завершен. Не в своей пока тарелке. Саслан Рамонов, как мы видим, не хватает у него пока мастерства. Ну, вернее, мастерства, конечно, хватает. Не хватает, наверное, мощи. Скорость реакции не та, что была прежде. Потому что, если мы вспомним Олимпийские игры 2016 года, там, конечно, Саслан просто не заметил никого. Разобрал абсолютно своего каждого соперника. Буквально как танк прошелся. Здесь мы видим, что, во-первых, не просто дается сетка. Ну и соперники, которые уже моложе Саслана 8-9 лет, они не уступают в классе. И это о многом, конечно, говорит. Но, что касается нашей страны, то здесь, каким бы ты чемпионом ни был, тебе придется доказывать, что именно ты способен и готов выступить на Олимпийских играх. Зачастую очень много борцов, россиян говорят, что выиграть чемпионат России, например, гораздо сложнее, чем чемпионат Европы. И это на самом деле так. Так, смотрим второй период. Саслан Рамонов проигрывает 2 балла. Вот сейчас пытается вытянуть на себя оппонента, чтобы зайти за спину. Не получается. Есть подхват одной ноги. Конечно, невольно переживаешь за Саслана, потому что большой путь прошел этот борец. Очень сложный, непростой путь. И то, как он не сдается и продолжает выступать, хотя у него, например, после Олимпийских игр было множество вариантов. И даже если продолжать свою карьеру в борьбе, можно было перейти, например, в другую сборную, в сборную другой страны и выступать там. Но нет, Саслан решил, что будет бороться и выступать за Россию дальше. Хотя, например, есть борцы, как, например, Исмаил Мусукаев, которые не могли пройти отбор, кстати, тоже в этой весовой категории. И перешли в конечном итоге в другую сборную. Вот Исмаил перешел в Венгрию, где достаточно удачно выступает. А вот тем временем 2 балла зарабатывает сейчас Загир, и счет становится 4-0. Не получается у Саслана пока никак превзойти Загира Шахиева. Шахиев очень неплохо выступал в юниорах и завоевал несколько значимых наград. Его отмечали. И был турнир в Хасавюрте в 2016 году, где впервые Шахиев блеснул и выиграл международный турнир. 6-0 счет. Просто раскатывает Загир, Шахиев, Рамонова. К большому сожалению для Саслана. Ну и, честно сказать, не видно пока у Саслана такого желания явного побеждать в этой схватке. Видно, что не получается. Возможно, конечно, есть травмы. Все-таки спортсмен, несмотря на то, что все еще молод, прошел через огромное количество травм. Долго лечился. Практически три года мы ждали его возвращения после Олимпийских игр 2016 года. Ну, как и многих других. Вот, например, Аниар Гидуев так толком и не вернулся. Хотя тоже его ждали. Но Саслан на ковре. Счет 0-7. Загир Шахиев побеждает. 28 секунд до конца. И пока не видно, за счет чего Саслан может переиграть своего соперника. Еще один балл зарабатывает Загир. Выход за ковер. Я напоминаю, что постановка в партер, перевод в партер. Это 2 балла. Бросок 4 балла. Амплитудный бросок 5 баллов. Выход за ковер это 1 балл. Ну и вот, счет 8. 0-10 секунд до конца. Но здесь, конечно, уже будет сложно что-то предпринять. Только если на туше. Тем не менее, схватка завершена. Схватка завершена. Загир Шахиев проходит дальше в одну-вторую финал. В полуфинал, где сразится с Ахмедом Чекаевым. Подписывайтесь на наш канал, друзья. Здесь будет много всего интересного в ближайшие 3 дня.